всем привет вот наступила черная пятница или как ее называют black friday и хочу вам рассказать какие покупки я сделала в этот период черной пятницы по иному говоря распродажи но и хочу немножко рассказать проект про black friday или про черную пятницу кто не знает что это пятница после дня благодарения в америке с нее начинается традиционный сезон распродаж то есть каждый магазин делает свои проценты свои скидки какие-то магазины не участвуют допустим в этом году это не участвует в черной пятнице какие-то магазины участвуют какие-то всю неделю делают у себя black friday какие-то магазины делаю только один день и это не обязательно будет пятница какие-то магазины делают на всю продукцию какие-то на отдельную какие-то каждый день что-то определенное то есть это уже решает сам магазин и термин черной пятницы появился в 1966 году и он приходится на четвертый значит день благодарить благодарение происходит на четвертый четверг в ноябре поэтому уже черная пятница она сразу же после дня благодарения в черную пятницу магазины открываются очень рано это может быть около пяти утра и некоторые магазины первым покупателям предлагают от пятидесяти до восьмидесяти процентов скид скидок для того чтобы естественно привлечь покупателей поэтому иногда можно видеть что там огромные очереди стоят вот ну на такую распродажу и термин черная пятница впервые появился филадельфии и обозначал сильные пробки на дорогах пятницу после дня благодарения то есть откуда появилась это термин черная пятница или black friday ну я тоже не обошла black friday тоже что-то приобрела и хочу вам показать сначала покажу вам штампики которые я приобрела для кофе штампики были приобретены у меня в черную пятницу просто приобретены просто такие новогодние продавались вот допустим такой вот подарочек снеговик листики игрушка новогодняя елочка конфетка звездочки и снежинка такие просто новогодние копейные штампики то есть вы знаете вы ставите на кружку и засыпаете или шоколадом или корицей для такого красивого узора так ну и начну с уже самой черной пятницы и что я приобрела в саму черную пятницу мне кажется личность того что я выбирала самая большая скидка была в бодишоп она была 40 процентов значит бодишоп предлагал 40 процентов на всю свою продукцию и вот я приобрела вот такой стик чайное дерево то есть это если у вас какие-то прищечки то вы знаете чайное дерево оно успокаивает и помогает быстрому прохождению этих прищечков вот такой гель с чайным деревом и очень удобно может его в сумочке держаться или там в бардачке каком-нибудь в машине вот он такой и вот вы его локально наносите на проблему где у вас прищечек пахнет пахнет чайным деревом действительно маслом чайного дерева пахнет и вот вы наносите где у вас прищечки вы наносите локально и проходит быстрее успокаивает эту область вот 25 миллилитров и вот 40 процентные скидки тоже решила приобрести скраб для тела у меня просто уже заканчивается и вот решила взять на пробу кокосовый от бодишоп вот так он выглядит крупные частички пахнет действительно пахнет таким кокосом конфетным кокосом вот когда вы видите конфету с кокосом где вы действительно кокос его вот отламываете и внутри вас прям чувствуется этот запах кокоса и вот тут вот прям действительно такой конфетный кокос очень приятный аромат кокоса и вот я люблю когда крупные частички мне нравится чтоб я чувствовала что все-таки что-то скрабируется да чувствуется тут такие хотя частички такие меленькие как песочек такой но они чувствуются действительно все чувствуется что вы скрабируете все-таки тело скраб для тела вот такие видны они не жесткие это не косточки ну очень приятно пахнет очень приятно пахнет тело после этого конечно будет пахнуть божественно 40 процентные скидки мне кажется просто очень хорошо бодишоп скинул на этот раз вот такой кокосовый скраб очень люблю продукты от бодишоп их скрабы их баттеры также вот такую рыбку лосося взяли в дубовом копчении дубовое копчение и на самом деле вот очень выгодное предложение опять же черную пятницу потому что два кусочка вот такой такого копченого лосося будет стоить 4 фунта а целая эта рыбка сейчас черную пятницу стоит 5 фунтов то есть это ну действительно выгодное предложение у магазина органической косметики la lula была 15 процентная скидка кстати la lula она делает доставку по всему миру бесплатно так что все девчонки можете заказывать с этого сайта там все органик так все натуральная и доставка бесплатно по всему миру и вот там black friday черную пятницу скидка на все 15 процентов и вот там я приобрела тоже сахарные я люблю сахарные скрабы для тела тоже про запас с кофе и коричневым сахаром вот так скраб выглядит действительно видно что натуральный состав вот я его уже попробовала он такой прям твердый твердый но вот при соприкосновением тела он превращается в такого масла то есть вот эти скрабирующие частички такого кофе они именно в перемешку с маслом что дает вашей коже хорошее увлажнение вот так выглядит так все такие вот частички и вот потом они масляные очень пахнет именно кофе таким заваренным то есть как я знаю многие девчонки делают натуральный это после заваривания натурального кофе не вот эту вот жижу вот эту оршим этого кофе или как он там называется не знаю и потом наносят на тело вот это выглядит то же самое и кстати по запаху тоже по запаху тоже вот это эстонский бренд йойк я пользовалась их маслом не очень оно понравилось крем очень понравился и вот поэтому решила я приобрести и что-то другое попробовать ну вот такой вот скрабик для тела кофе вообще считается один из самых лучших скрабов поэтому думаю что йойк в этом не подведет и также купила крем для кожи вокруг глаз с маслом манго и органовым маслом если знаете органовое масло называют жидкое золото вот решила попробовать раз уж 15 процентов скидки здесь масла очень много разных масел здесь у нас на первом месте вода потом листы алоэ вера сокола и вера смотрите вот разные разные масла 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 поэтому хочу попробовать такой крем для кожи вокруг глаз он вот удобно с помпой так сейчас так вот ну как не убирается с первого раза вот такой он крем очень легкий но натуральный состав масла то есть очень хорошо должен увлажнять кожу вокруг глаз ничем не пахнет то есть никаких парфюмов нету очень-очень легенький такой прям совсем-совсем легенький как раз таки для кожи вокруг глаз хорошо ну и надеюсь будет увлажнять раз такое количество масел разных то должен увлажнять неплохо ну и вообще мне нравится этот эстонский бренд юйк люблю его также я приобрела у джордио армани тени на всю косметику от джордио армани предлагали 15 процентов скидку то есть это очень хорошая скидка для косметики если честно я встречала максимум 10 процентов скидку в разных других магазинах на самом официальном сайте вообще не встречала никаких скидок и вот black friday они сделали 15 процентов скидку то есть по моему опыту это очень хорошая скидка и я решила приобрести такие тени давно я их хотела из линейки ice to kill в цвете 11 не знаю как правильно произносится но сколько я знаю переводится асфальт такие вот интересные тенюшки вот так вот очень интересно выглядит сама коробочка такая вроде овальная но вот здесь вот я не знаю видно вам или нет вот такая вот она интересная очень такая необычная как будто вверх я не знаю видно вам или нет то есть это вот такая вот как идет вверх выше чем вниз такого вот у него интересная форма очень здесь естественно логотип самого армани и вот эти тени открываются зеркальца кисточка не кисточка спонжер такой тоже с логотипом армани и вот такие тени на самом деле тени очень интересные я подумала что они именно такие серые как асфальт но вот они надеюсь что видно они очень интересные вот такой как будто зеленый то ли голубой вот там вкраплен такой как будто зелененький вот даже отсюда передается и розовый какой-то шиммер это шиммерные тени так вот еще раз покажу в цвете одиннадцатом обязательно покажу и при дневном освещении эти тени ну вот что мне понравилось что они вот действительно такие вот можно сказать необычные очень такие интересные такой вот прям шиммер у них вот интересный вот сейчас попробуем очень мягкие посмотрите какие они пигментированные просто супер пигментированные вот свотч с одного нанесения очень мягкие тени хорошо пигментированные вот в них есть и шиммер вообще мне кажется тени от армани действительно крутые тени что вот их тинты что вот такие сухие то есть для меня если честно самые мои любимые тени это наверное тени номер один для меня вот посмотрите вот очень интересный этот цвет одиннадцатый вроде и серебристый потом я вам покажу при дневном освещении но посмотрите при вечернем очень такой интересный цвет загадочный цвет такой непонятно какой то есть в нем такие из этих мелких блеск вот так вот здесь вот более как будто серебристые и здесь вроде и серебристый но все же такого интересный очень интересные освещение можно сказать такой вот перелив интересный все-таки вроде и серебристый но что-то вот в нем есть очень интересный загадочный цвет советую вам девчонке приобрести очень необычный цвет 11 и действительно у них в носке они хорошо они не осыпаются они держатся очень хорошо есть а если на базе то они вообще вам у вас весь день будут держаться действительно самые лучшие тени из всех которые я пробовала когда-либо и растушевываются эти тени очень хорошо вот вы видите при растушевке такой как влажный эффект создается тем не менее тени остаются и вот очень красивый такой перелив даже на праздники вот в преддверии даже тех же новогодних праздников очень очень красивый такого металлический какой-то отлип ну не знаю мне очень безумно нравится эти тени просто безумно нравится видно освещение сочек очень интересный цвет вроде и серебристый вроде коричневый вот такой вот интересный цвет очень загадочный так же у нас на работе одна коллега продавала разные уходовые средства так как у нее сестра работает в магазине где проходили массовые распродажи где возможно был комплект но комплект испортился и естественно допустим по отдельности эти вещи не продают они идут как в комплекте поэтому работники разбирались себе и вот она продавала буквально все по фунту по два фунта то есть буквально за копейки и вот я у нее купила вот такой вот вот такую умывалочку эми эми это эксфолиант для каждой то есть для умывания лица каждый день можно использовать она глубоко очищает поры 150 миллилитров значит у нас тут драматологически тестированным значит не содержит парабенов сульфатов минеральных масел и каких и из можно использовать для веганов ну вот такая вот нельзя кстати на глаза так что не содержит мыло очень приятный запах свежести так вот он такой вот зелененький выглядит как будто с немножко скрабирующими частичками но они не скрабирующие очень приятно пахнет именно свежестью очень хороший дальше кстати также был крем но так как упаковка порвалась но очень вкусно пах лимончиком я вот тоже взяла не буду вам показывать потому что принципе название этого крема нету поэтому бессмысленно показывать то есть это стоило это за фунт эту умывалочку за фунт тоже это глубоко очищающая умывалка от эндспа с витамином е с маслами с маслом нероли как я понимаю это первый шаг но вот тоже здесь чем хорошо что это умывалочка идет вот с такой помпой то есть жидкость преобразуется в пену и она очень хороша для чувствительной кожи для сухой кожи ну вот такая вот умывалочка тоже попробую за фунт это просто грех не взять девчонки разбирали просто у нее моментально все разобрали мне кажется я пошла на обед и я вернулась и это знаете то все что осталось то девчонки брали по три банки крема потом умывалки всего чего ну вот такая вот распродажа была такая вот умывалочка с таким ну и вот такой вот смывать лак но это такая если честно не особо много придаваться то есть тут было естественно закупоренный вот такой спонжик в ацетоне и вы смываете лак но могу сразу сказать что я не советую плохой плохой внутри спонжик и плохо смывает даже простой прозрачный лак в принципе плохо смывает поэтому не могу рекомендовать ну на этом все это все что мне удалось купить в так называемую черную пятницу если вы что-то купили интересное в черную пятницу тоже можете поделиться спасибо всем за внимание всем пока сколько конфет сколько конфет да тебе от бабушки давай-ка давай все сфоткаем давай давай еще и с новым годом сразу же да уху о какие смотрит пути интересно с витамином С витамином С ой кажется осталось какие-то битцы я делаю марцепан маму что смотри на елочку вверх уху вау много молодые конфетки вау красиво и смотрите вот также это не касаемо черной пятницы хочу вам показать какую посылочку мы получили от так называемой нашей бабушки из Германии вот хочу на что хочу я в принципе обратить ваше внимание прислала на это из магазина Manga и вот у кого есть возможность пойти в магазин Manga обязательно туда зайдите я сама когда поеду в Германию обязательно зайду в этот магазин ну вот хочу показать значит вот такие шортики это на ребенка они зеленого цвета ну вечерняя съемка поэтому они вот такие вот Вот, кажется, не знаю, не видно особо, что они зеленые, но вот они зеленые вельветовые такие, детские шортики такие. Потом вот такая кофточка. Вот такая кофточка с такими блестящими сердечками. Ну и вот вещь из магазина Манго. Вот такой очень красивый свитер. В нем 50% акриль и 4% шерсти. Но он очень мягкий. Вот чем мне понравился этот магазин Манго. Покажу даже поближе название этого магазина. Так вот, надеюсь, что видно. Манго. Чем мне понравился этот магазин, что какие там приятные вещи. Они мягкие, очень приятные на ощупь. Вот такие вот тут красивые камушки. Вот еще раз покажу магазин. Тут Манго. Не знаю цен, к сожалению. Обязательно зайду и посмотрю, какие там цены. Но качество вещей мне безумно понравилось. Вот так вот. Перед короче и низ длиннее. Также вот покажу вам из Манго вот такая кофточка. Она очень мягкая. Очень мягкая. Вот качество этой кофточки. Просто обалденная. Так вот она выглядит. Так выглядит эта кофточка. Но она настолько мягкая. Вам даже... Я вам даже передать, к сожалению, не могу, насколько она приятная на ощупь. Насколько она мягенькая, эта кофточка. И здесь 95% хлопка и 5% эластана. Ну, хлопок такой. Вы знаете, прям, насколько он мягкий. Насколько он вот такой эластичный, я бы сказала бы. Вот он прям... Не вот как майки хлопковые. А вот она именно так вот тянется. И очень мягкая. Очень. Прям как для новорожденных деток делают. Такие вот простыни. Просто шикарные, шикарные. Вот такое платьице тоже от Манго. Я бы даже сказала, платьица Туника. Можно, если хотите, вот с такими завязочками. Тоже безумно мягкая. Но это уже вискоза 86% и эластан. И вот по качеству, если сравни... Так, что это тут у меня не фокусируется. Если сравнить, допустим, вот эту кофточку, которую я показывала перед этим, и вот эта платьица, оба из них безумно мягкие. Мягкие, очень мягкие, очень приятные на ощупь. Просто даже если у вас есть магазин Манго, может быть, даже не покупать, а просто прийти и потрогать качество этой одежды, я думаю, уже будет огромное у вас удовольствие. Насколько все это мягенькое и приятное на ощупь. Сама себе бы с удовольствием купила бы вещи оттуда. Ну, естественно, если они не настолько дорогие. Вот не знаю, надо посмотреть. Кто знает цены в Манго, может, пишите хотя бы примерно, чтобы ориентироваться. Вот такой детский свитер. Это уже 100% акрил. Тоже с магазина Манго. Посмотрите, какой интересный дизайн. То есть это вот так вот идет наискосок. Такой свитерок. Такой он тоненький. Можно его на осень. На начало весны даже. Так, что это у меня тут опять? Не хочет фокусироваться вот такого цвета ротчика. И вот такая вот ветровочка. Она уже не из Манго. И это 100% плейстер. Просто вот такой вот интересный дизайн. На самом деле, опять же, передает какой-то странный... Вообще, что это со светом? Какой-то странный свет. На самом деле, она другого абсолютно цвета. Ну, вот здесь такая вот она. Серая. Ну, не знаю, нормально цвет не хочет особо передавать. Не знаю, почему. Ну, вот такая вот кофточка. Молния вот здесь такая серенькая. Молния. 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 Субтитры подогнал «Симон»